Немецкий прекрасный язык. Настолько прекрасный, что для некоторых слов невозможно найти точный эквивалент перевода не только в русском, но и других языках мира. Если хочешь знать, что это за слова, продолжай смотреть видео, я с большим удовольствием расскажу тебе о них, это очень интересно. Сегодня разберем 10 очень немецких слов, поговорим, в каких случаях их применяют, услышим, как произносит их носитель языка и закрепим знания с помощью специального упражнения. Начинаем! Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это выражение помогло многим легко запомнить правильный порядок цветов радуги. В немецком языке такой формат подсказок для лучшего усвоения информации называют die Eiselsbrücke. Краткое высказывание, чтобы лучше что-то запомнить. Но какое отношение к этому имеют ослы и мосты? Дело в том, что ослы не любят ходить по воде, так как не могут определить глубину. Поэтому, чтобы перевести животное через реку, нам надо построить для него маленький мостик. Это занимает некоторое время, но, условно говоря, проще, чем постоянное перетаскивание упрямого осла через водоем. Пример того, как можно запомнить расположение сторон света на немецком языке с помощью короткой фразы-шпаргалки, звучит так. Nie ohne seife waschen. Dieser spruch ist eine Eiselsbrücke, nicht wahr? Das Abendbrot – одно из названий ужина в Германии. Правда, у этого приема пищи есть несколько отличий, и они следующие. Abendbrot состоит, как правило, из холодных блюд. Хлеб зачастую является основным компонентом. Происходит он достаточно рано, где-то в промежутке между 17 и 19 часами. Условно говоря, это такой ранний ужин бутербродами, который является неотъемлемой частью немецкой культуры. Еще во времена средневековья, когда люди много работали физически, им было необходимо полноценно питаться утром и в обед, а после выполнения тяжелой работы было достаточно скромного вечернего хлеба. И в наши дни такой подход не перестает быть удобным. Поэтому, когда у тебя не будет сил или настроения готовить полноценный ужин, приготовь бутерброды и всем желающим разделить с тобой трапезу, говори Следующее слово Это рабочий день между выходными днями, в который можно взять отпуск. Например, официальный праздник приходится на четверг, а в пятницу снова надо идти на работу. В таком случае немцы берут один день отпуска в пятницу, чтобы насладиться четырехдневным перерывом. Получается, что Брюкентаг это день, который наводит мосты, то есть соединяет нерабочий день на неделе с законными выходными. А знаешь, что в немецком языке есть слово, которое противоположно по значению ностальгии. Такая тяга к дальним странствиям, охота к перемене мест. Das Fenway Я думаю, что с текущим положением вещей в мире это чувство знакомо очень многим. Когда ты находишься дома, а мечтаешь оказаться в другом месте, например, более солнечном и теплом. Представляешь себе, как лежишь на белом песчаном пляже или прогуливаешься по извилистым улочкам маленькой деревушке на юге Испании. И хоть эти радости жизни сейчас не очень доступны, теперь ты знаешь, каким словом на немецком языке можно выразить такое состояние. Das beste Mittel gegen Fernweh ist eine Urlaubsreise. Hast du auch Fernweh oder wünschst du dich an einen anderen Ort? А как насчет психологического дискомфорта за действия других? Знакомо ли тебе это чувство? Das fremdschämen – ощущение сильной неловкости. Когда стыдно за постороннего, который позорит или ведет себя откровенно неприлично. По-русски мы называем это испанским стыдом или эмпатическим смущением. На немецком языке такое ощущение неловкости можно выразить, например, так. Es ist zum fremdschämen. Der Witz ist nun wirklich zum fremdschämen ecklich. Теперь пришло время рассказать страшную тайну о звере, который живет внутри каждого из нас. Знаешь, о ком я? Der innere Schweinehund – дословно внутренняя свинья-собака. Наши низменные инстинкты, наше внутреннее более слабое я. Это именно эта свинья-собака нам часто говорит, что сегодня не лучший день для пробежки, потому что на улице дождь. И немецким языком можно как-нибудь в другой раз позаниматься. И уборку в квартире тоже следует отложить, ведь на диване так удобно. Кстати, обрати внимание, что просто Schweinehund – это бранное слово в немецком языке, которое указывает на ненадлежащее поведение другого человека. А в контексте преодоления своих слабостей мы говорим «der innere Schweinehund». Чтобы заставить замолчать этот внутренний голос, который подталкивает нас к прокрастинации, мы должны его преодолеть. Это трудно, но оно того стоит. И я хочу задать тебе вопрос. Позвонить бывшему или бывшей в 3 часа ночи и еще раз сказать все, что думаешь о нем или о ней. А после этого набрать своего шефа и обсудить с ним возможное повышение зарплаты. Или еще, например, пнуть ногой бетонную урну, потому что ты чувствуешь себя супергероем. Что бы это могло быть? Конечно же, die schnapps-идеи – бессмысленная, странная, безумная идея. Такие не самые рациональные планы часто возникают после употребления алкоголя и в тот момент кажутся отличными. Но, оглядываясь назад, можно подумать. So eine schnapps-идеи. Кстати, не спеши считать, что этим словом немцы обозначают только абсурдные идеи, пришедшие людям в состоянии алкогольного опьянения. Порой предложения и полностью трезвого человека могут быть настолько безумными, что более точного слова, чем schnapps-идеи, и не подберешь. В общем, если твой знакомый рассказывает тебе невероятную историю своих приключений, которая кажется тебе полным вздором и очень интересно узнать, как он вообще до этого додумался, можешь его спросить «Wie bist du denn auf diese schnapps-идеи gekommen?» Что это за паника насчет закрытия ворот? Это метафорическое выражение, которое берет свое начало в многовековой практике закрытия ворот в городах. Die Tuaschluss Panik – это страх упустить что-то важное, не достичь жизненной цели. Например, не иметь детей, не найти партнера, не получить должность. То есть ворота в данном контексте условные, а вот паника и страх вполне настоящие. Так, например, это слово можно применить по отношению к ситуации, когда человек находится в кризисе среднего возраста и очень озадачен возможностью что-то пропустить. Это слово также подходит и для других случаев. Например, при страхе упустить профессиональную возможность, которая выпадает раз в жизни. Возможно, тебе уже знакомо это слово немецкого происхождения из игры в шахматы или шашки. Цукцванг – это такое положение, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. В настоящее время этот термин настолько широко распространен, что применяется как в других видах спорта, в других языках, так и в быту. Де Цукцванг – дословный перевод «принуждение к ходу». Это такая необходимость принять решение, сделать что-то конкретное в определенное время или определенным образом. Но это действие не обязательно должно иметь неблагоприятные последствия. Когда ты, например, по чьей-то инициативе испытываешь сильный стресс или давление, делая выбор, то можешь сказать так Я уверена, что это случалось с каждым. Тот случай, когда хочешь сделать что-то лучше, а получается, как всегда, ухудшить что-либо с намерением улучшить. Это слово с очень маленькой долей вероятности ты услышишь в повседневной речи в Германии. Его основное место обитания – словари немецкого языка. Но само его значение настолько емко отражает целую последовательность действий, что я решила обязательно его включить в эту подборку. В общем, если ты хочешь еще немного подрезать челку, чтобы она была поровнее, а потом ходишь несколько недель, закалывая полученный результат, то es ist ein klarer Fall von Verschlimbessern. А теперь предлагаю тебе закрепить материал, сделав одно упражнение. Все слова поочередно будет произносить носитель языка. Твоя задача – мысленно вспомнить, что же означает это слово и какой артикль к нему подходит. Правильный ответ увидишь спустя несколько секунд. Абендброт 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 Абендбот 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 Der innere Schweinehund Eselsbrücke Schnapsidee Torschusspanik Torschusspanik Zugzwang Der Zugzwang Verschlimmbessern Надеюсь, что было интересно и познавательно. Все примеры, которые прозвучали в этом видео, найдешь в описании. Если тебе интересен немецкий язык и нравится такая подача материала, подписывайся на канал. Я рада делиться своими знаниями. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok